Добрый час! И сегодня с вами опять Маргарита и мои советы о том, как улучшить свой магазин на IT. Сегодня я сделаю маленькое видео о четырех бесплатных сайтах, которыми вы можете пользоваться для улучшения своего магазина. Конечно, сайтов много, которые помогают продвигать и так далее, но поскольку вы только начинаете, скорее всего, ваш карман, кошелек не так полон, чтобы оплачивать те или иные программы. Поэтому я решила определиться с вами своими четырьмя бесплатными сайтами. Паршел бесплатным. Да, конечно, вы можете подписаться и купить полный пакет, но я использую их бесплатно. Я вам покажу их опять на моем помощнике телефоне, поскольку я записываю на улице и нет возможности им показать. И ссылки все на эти сайты я оставлю под видео, чтобы вы пробовали и работали с ними. Детально про каждый сайт я вам мастер-класс показывать не буду. Там настолько все просто, что взять один денек и посидеть, и посмотреть, у вас все это обязательно получится. Итак, в одном из предыдущих видео я показывала, как я делала фотографии. Я делала фотографии на улице, на белой подставочке. Но все равно они получаются немножко темноватые. И если вы хотите, чтобы ваши фотографии были выбелены, Самый замечательный сайт для этого называется PhotoFuse. Посмотрите. Здесь нужно только вам зарегистрироваться. Имя, имейл и вы ready to go. Тут даже показано маленький туториал, маленький запись того, как это можно делать. И вот видите, фотографии делаются на белом фоне. На белом фоне, да, или на темном, и потом выбеливаются. Очень простая. Преимущество вот таких вот программ, почему я их люблю, вам не нужно закидывать фотографии, а download, загружать эту программу на свой компьютер. Она работает виртуально. Вы только перекачиваете уже готовый продукт, фотографию. Поэтому компьютер не засоряется, да, программами. И очень просто подключился, загрузил фотографию с компьютера, выбелил ее, обратно забрал. Все дела буквально там 2-3 минуты. Я прям целиком делаю фотографии, отбеливаю. Когда чай пью, кофе пью, да, или что-то такое, мозгами отдыхаю, у меня вот фотографии все правятся. Ух, холодно. Так, после того, как вы фотографию свою поправили здесь, да, иногда, иногда я ее довожу до ума, да, там где-то по шарфу, по острее сделаю, да, там где-то, может быть, чуть-чуть мягко сделать. Второй сайт, второй сайт, который я обожаю, он называется Big Monkey. Линк тоже, да, да. Он тоже, так же, как и PhotoFuse, он находится виртуально. Не надо к себе на компьютер его загружать и работать как Photoshop, как другие приложения компьютерные для обработки фотографии. Он бесплатный. Какая-то часть его бесплатная. Я ни разу не подписывалась на платную, там, 15 долларов в месяц, по-моему. Достаточно простого... Он не дает Герет. Google Play. Окей. И достаточно вот этого вот Big Monkey работать вот с вашим... На вашем рабочем столе так же. Тоже, если интересно будет, посмотрите на YouTube, даже на самом сайте Big Monkey. Там есть обучающие материалы, как это все можно легко и делать. Итак, значит, первый сайт – это PhotoFuse. На нем вы выбеливаете, делаете продукт красивым, да. Убираете все эти там мясные фотографии, да, которые получаются. Второй сайт – это Big Monkey. Он тоже вам привозит фотографию до ума. Значит, мы с фотографиями справились, да. И теперь следующие... Следующие два сайта, они вам помогут с вашими ключевыми словами и посмотреть, на какой странице ITC вы находитесь, на каком странице... Что вам нужно подправить. Первый сайт – это будет ITC Rank. Он абсолютно бесплатный. Там достаточно информации, да, немножечко будет сложновато, потому что он на английском. Но нужно зарегистрироваться, подсоединить свой магазинчик, и вам выдадут всю информацию, где вы находитесь, где у вас ошибки в спеллинге, да, про описание, где у вас не хватает тагов, где слишком перебор и так далее. Очень интересно. Дальше здесь, видите, Keyword Tool, подбор ключевых слов, Spell Check, это проверка орфографии, Rank Check, это покажет, на какой странице, где вы находитесь. То есть полностью с этой программкой я глубоко не работаю. Я просто смотрю, где-то я с орфографией описалась, где что. Так что вот это вот второй сайт, ITC Rank, да. И следующий сайт, правда он сейчас у меня почему-то не очень хорошо работает, не знаю, может быть временно, он называется ITC Gadget. Я, по-моему, даже уже вперед сделала. О, а ITC Gadget даже, по-моему, на русском есть. Я знаю, что это девочка, у нее есть магазин на ITC, вот она, по-моему, с командой сделала. Так что, если с таким сайтом еще не работали, запишите его себе, ITC Gadget. Он по-русски, поэтому думаю, что вам он поможет, если вы еще его не знаете. Как он работает? Я сейчас нахожусь в Ranking, да, то есть там несколько вариаций. Имя вашего магазина записываете, да, ключевое слово, поисковая фраза, да. И дальше вы смотрите, на какой странице находится. И еще одна очень интересная опция, вот на этом сайте. То есть, когда вы ввели имя своего магазина, ключевое слово, по которому вы хотите найти, он просчитает и посмотрит, где вы находитесь. По-моему, установка стоит, если вы на пяти страницах, он вам покажет. Если вы же не на пяти страницах, на первых пяти страницах, значит, не покажет. Но дальше там будет вариант с похожими ключевыми словами, которые вы можете взять ручку, выписать и посмотреть, как они подходят конкретно к вашему товару, к вашему магазину. И уже в дальнейшем пробовать использовать их в своих описаниях. Итак, это вот четыре сайта, да, Photophiles, PicMonkey, для того, чтобы обработать ваши фотографии. И другие два сайта, IttyRank и IttyGadget. IttyGadget на русском языке есть вариант сделать, так что, скорее всего, для вас IttyRank будет намного лучше для начала. А дальше уже можно спрыгать и смотреть, сравнивать, где что, как вы находитесь. Маленькое такое видео, небольшое, 8 минут. Благодарю за внимание. Нас уже 95 человек на данный момент. Так что, думаю, к следующему четвергу у нас будет па-па! 100 человек, которым действительно интересна эта тема. Не стесняйтесь, прошу вас, задавайте вопросы. А если вы задаете вопросы, значит, я знаю, на что нужно обратить внимание. И тем самым вы помогаете мне сделать видео вам же в помощь. Итак, огромное спасибо за внимание. И до следующего подкаста, до следующего четверга. Всем пока!